Здравствуйте! В этом видео я расскажу вам о мужской туалетной воде Тракар Нуар от бренда Гейла Рош. В настоящее время этот бренд находится в рамках компании L'Oreal Paris и по-моему дела у него идут не наилучшим образом во всяком случае новые ароматы под маркой Гейла Рош не так часто появляются в последнее время но в 80-е 70-е годы он переживал свой рассвет этот дом и выпустил много таких знаковых ароматов как мужской горизонт и женские Жеозе, Акландастин Фиджи и некоторые другие если же говорить о композиции Дракар Нуар то изначально это была туалетная вода которая называлась просто Дракар выпущена она была в 1972 году а Дракар Нуар является с одной стороны фланкером этого аромата который был перевыпущен спустя 10 лет в 1982 году но из всех фланкеров этот аромат он больше всего сохранил начальных нот поэтому можно считать что это такой немного современный выпуск того самого старого Дракара аромат этот относится к категории фужерных о которых я недавно рассказывала и в общем то все признаки фужерных ароматов они здесь налицо ну напомню что что должна присутствовать лаванда в первую очередь должны присутствовать бобы тонко с небольшим карамельным нюансом с зеленью приветствуются также прочие зеленые ноты ноты травянистые ноты древесные смолы также здесь могут быть к месту ну и по мнению еще такой специалиста как Матвей Юдов обязательно салицилаты но относительно салицилатов не могу ничего сказать их в пирамиде обычно не указывает но полагаю что они здесь на месте единственное что в композиции Дракар отсутствуют бобы тонко но зато присутствует большое количество хвои и трав а вообще строго говоря если характеризовать то как относятся люди к этой туалетной воде то сразу же следует разделить всех людей по гендерному признаку и уже конкретно говорить о каждой из категории в отдельности мужчины делятся на две категории по самоотношению к Дракар одни считают его безусловной классикой в парфюмерии ароматом в высшей степени мужественным брутальным таким сугубо мужским и надо сказать что эту точку зрения поддерживает известнейший парфюмерный критик Лука Турин который называет стиль аромата Дракар а не бритоволосатым другая же часть мужчин считает что аромат Дракар напротив он скорее напоминает запах уходовой мужской косметики пенок для бритья что-то в стиле джилет ну я по личному опыту не могу сравнить однако эта точка зрения также может иметь под собой почву поскольку многие отдушки для такой уходовой мужской косметики они старались создатели этих средств этим одушкам придать запах популярной парфюмерии мужской поэтому вполне вероятно что какие-то из уходовых средств действительно отдаленно напоминают аромат Дракар что же до женщин то я изучала мнение в интернете возможно просто женщины которые равнодушны к этой туалетной воде они возможно не оставляют свое мнение но те женщины которые писали писали они в основном по тому опыту который имели вдыхая этот аромат от своих близких мужчин не после личного использования так вот они все отмечают на себе просто колоссальные действия этой туалетной воды в качестве афродизиака что ну мужчины которые благоухают Дракар Нуар просто невозможно спокойно пройти ну в общем то этот аромат из коллекции моей подруги Анастасии это аромат ее супруга и она как мне кажется это мнение вполне могла бы разделить что же до меня то я пользовалась лично этим ароматом и я буду рассказывать свой опыт но мне кажется что похожий запах был среди парфюмов моего отца поэтому для меня Дракар это скорее запах спокойствия такое чувство защищенности которое внушал бы мужчина если бы он этим ароматом пользовался ну теперь поговорим немножко подробнее о сути этой воды что же она хотела нам рассказать такую историю ну начнем с того что Дракар это вообще-то скандинавское судно в нашем случае это черный Дракар это судно на котором викинги отправлялись в путешествие в плавание в основном используют Дракары как военные суда я даже приготовила такой маленький макет чтобы не на пальцах рассказывать вот такой вот Дракар да ему пора у Вальгалу я понимаю но тем не менее это такие длинные суда с высоко поднятым носом и кормой и как правило с одним большим трапециевидным или прямоугольным парусом из-за того что они такие длинные и это были весельные суда обычно где-то 20-25 пар весел было но доходило до 30 и более в переводе название корабля значит корабль Дракон вот такая вытянутая форма с поднятым хвостом и носом они возможно напоминали мореплавателям которые видели издалека эти суда мифических левиафанов какие-нибудь морские чудовища и вполне могли внушать ужас тем более что на носу часто помещали изображение дракона но это не было такой характеристикой непосредственно дракаров это скорее характеризовало статус владельца высокий статус конечно и это изображение дракона все равно снимали когда приближались к дружественным берегам к дружественным странам чтобы не напугать добрых духов которые эти берега охраняли ну у меня так вот практически мистическое совпадение я когда складывала эту модель у меня как будто бы тут на носу место изображения дракона три шестерки это такой символ зла инфернального и в христианской традиции именно дракон является символом того самого древнего змея не просто змея а конкретно дракон но в действительности ничего здесь такого у меня сверхъестественного нет потому что это не три шестерки а три девятки на самом деле но все равно такое интересное совпадение были маленькие суда снегкары это корабли змей но у нас разговор пойдет все таки о корабле драконе черного цвета вполне стильно выполнено внешнее оформление черного цвета слегка мотированный общий фон коробки и она такая с пупырчатым рельефом небольшим впереди на прямоугольнике черного цвета глянцевым белым шрифтом нанесено название туалетной воды драккар нуар драккар так вот шрифт под старину и внизу у нас сама концентрация туалетная вода и форма рассыпыления спрей снизу по всему периметру коробки идет глянцевая черная лента спереди на нее название самого бренда который выпустил этот аромат геларош пари красная глянцевая линия пересекает поверхность за этим прямоугольником наискосок что символизирует понятия не имею но вот этот вот прямоугольник с зачеркнутой полосой сзади это тот орнамент который все драккары все фланкеры и оригинальный аромат сопровождало возможно это вид на корабль сверху это весла ну другие какие-то аллегории не могу здесь придумать боковые поверхности такие же матово-черные пупырчатые слегка и задняя поверхность матовая черная гладкая здесь у нас предосторожности различные ингредиенты которые входят в состав аромата написано что аромат произведен во Франции адреса мощности кстати в Индомская площадь там же располагался раньше офис бренда Паримонталь снизу бачкот сверху ничего кроме обычной такой же матовой пупырчатой поверхности внутри у нас мы видим эти пупырышки здесь они выпуклые а внутри они наоборот такие ямки вогнутые черный черный картон и внутри из черного картона фиксатор тонкий но очень прочный вот так он выглядит фиксатор и внутри мы увидим на коробке еще дополнительно текст с предосторожностями на различных языках с вот сразу же когда достаю эту коробку раскрываю то я слышу аромат во-первых нотки лаванды и во-вторых такие горьковатые травы как бы слегка припыленные ассоциации честно говоря не с морем не с кораблями а скорее со степью которая цветет перед ее бурного цветения так фиксатор хочу вернуть обратно в коробку как ни странно но для объема 50 мл а объем указан темно-серым цветом здесь над названием бренда и поэтому его можно даже с первого раза и не разглядеть вот для 50 мл очень миниатюрно выглядит этот флакончик абсолютный минимализм фляга можно сказать по форме такого благородного матого цвета машины таким покрытием покрывают сейчас обтекаемых форм удобная лежит в руке низ это стекло матированное но оно плотно матировано поэтому конечно никаких пузырьков мы посмотреть не сможем ни цвет жидкости крышечка пластиковая спереди опять же у нас название слегка объемным белым шрифтом дракар нуар концентрация туалетная вода бренд геларош сзади у нас опять же информация о том что произведен аромат во Франции адрес мощности и обратите внимание что бачкод не на дне флакона как это бывает зачастую а вот здесь вот под границей крышки нанесен бачкод крышка у нас пластиковая и крышка я бы сказала ну такое слабое звено во всей этой истории в дизайне потому что пластик тонкий я его вообще боюсь слишком сильно прижать чтобы не повредить вот видите он погуливает кроме того я ухитрилась зажать в попытке закрыть я ухитрилась кожу пальца там подцепить прижать поэтому будьте осторожны потому что не самое приятное впечатление от такого обращения с собой и внутри вот этот фиксатор который обычно должен обхватывать полностью поливеризатор он почему-то сделан в форме двух полукружей внутри на полукружах еще два дополнительных фиксатора и они очень плотно надеваются на поливеризатор если открывать резко то можно сорвать непосредственно сам механизм поливеризатора снять и дополнительные здесь фиксаторы есть еще чтобы держаться на всей конструкции поливеризатор на поливеризатор распыление у него очень приятное не знаю как так черное на черном увидим ли мы этот объем сопло черное черное полностью вся система спрея все черное весь наш корабль он весь полностью выполнен в черном цвете кроме белых надписей и вот такая мощная объемная струя средней дисперсности ну и чтобы не загромождать видео информации непосредственно разбор аромата я проведу следующим видео